Межрегиональная историко-архивная конференция «Люди в эпохах, эпохи в людях», которая прошла в Ульяновске в 17-й раз, стала значимой частью второго международного форума историков, философов и публицистов. Наша конференция превзошла масштабы региональной. Она как минимум всероссийская, с международным участием. Принимает участие очень на гости из Нижнего Новгорода и Республики Мордовия. А вот дистанционное участие с помощью уже современных технологий – это почти весь Приволжский федеральный округ, Западный и Восточный Сибирь, Казахстан, Кембридж. На конференции был презентован сборник архивных документов «Эвакуация. Трудный путь к победе». Книга повествует об истории эвакуационного процесса в годы Великой Отечественной войны в регионе. Издание опубликовано на основе архивных документов из фондов региональных архивов, а также воспоминаний эвакуированного населения, которые стали свидетелями тех событий. Автором-составителем сборника является ведущий архивист Госархива новейшей истории региона Геннадий Дёмочкин, а его редактором – главный архивист Рината Ильязова. Мы все знаем, что Ульяновск стал одним из функтов эвакуации уже в первые дни войны. И это стало действительно важным моментом в истории развития самого города. Буквально в начале Ульяновск превратился из обычного рядового города со Среднего Поволжья в промышленный, культурный, образовательный и медицинский центр. По словам руководителя Комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, данный сборник полезен для других регионов, которые занимаются изучением истории эвакуации населения в период Второй мировой войны. Раньше мы ведь много выпускали о истории работы промышленности в годы войны, о культурном движении в годы войны. А вот эвакуация, на мой взгляд, это впервые. Поэтому я сразу попросил разрешения у наших ульяновских коллег подготовить рецензию, сначала внутреннюю, разумеется. Рецензию с точки зрения архивиста. Методика подбора документов, их комментирования, представления текста и так далее. Это будет очень важно для других регионов. Также участники конференции познакомились с выставкой «Письма с фронта. Треугольники судьбы». Как отметила автор выставки Татьяна Толстик, одним из интересных писем является письмо Дмитрия Петракова, которое было написано им дочке Миле. Дмитрий Андрианович до войны работал учителем истории в строительном техникуме города Ульяновска. В этом письме он написал о том, как цветочек растоптал немец. И чтобы также не растоптал немец их детей, он сказал, что Миле будет бороться до последнего. Он погибает под орлом. Впоследствии это письмо было выбито на гранитном памятнике девочке в Волгоградской области на Солдатском поле. По итогам конференции будет издан сборник, куда войдут все материалы, представленные архивистами. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Олл Правда ТВ.